Вокруг нас люди, которые идут в ад, вы проходите мимо них каждый день, у вас есть возможность послужить им, но вы этого не делаете. Как вы думаете, для чего Бог поместил нас здесь? Он дал нам великое послание благодати, и оно гласит, за все было заплачено. Все, что вам надо сделать, это получить. Да, но я еще не готов, а вам не надо быть готовым. Иисус все сделал для вас. Все, что вам надо сделать, это просто прийти на пир. А что насчет моих грехов? Он решил эту проблему. Просто придите на пир. Но я не чувствую себя достойным. Иисус решил и эту проблему. Придите на пир. Мы не должны делать отношения с Иисусом. Трудная задача для людей. Некоторые люди считают эту задачу труднее, чем это было для них. Для вас это не было трудно. Так почему вы делаете это трудным для других? Вы верите в Иисуса? Да. Слава Богу. Мы можем сделать все, что нужно. Столько людей нуждается в рождении свыше. И теперь вопрос к нам. Что мы сделаем с этим учением, которое мы получили? Пойдем домой и будем получать откровения? Давайте я поделюсь с вами откровением, которое я получил. Не говорите мне. Бог дал вам откровение о том, что вам надо исправить. Вначале исправьте, а потом поговорим. Знание по откровению открыто вам. Так вы и действуете. Зачем говорить об этом мне? Знаете, Господь проговорил мне об эгоизме. Так Он вам проговорил об эгоизме. Найдите область, в которой вы проявляете эгоизм, и решите эту проблему. Хорошо. Ладно. Восьмой стих. Послание к кремлинам, восьмая глава, восьмой стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вспомните послание к евреям 11.6, где говорится, что невозможно угодить Богу без чего. Без чего? Восьмой стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. А чем же тогда можно угодить Богу? Верой. В таком случае, прочтем это место так. Посему живущие по плоти не могут иметь веру, которую угодно Богу. Когда вы живете по плоти, вера у вас быть не может. Вера — это не то, что вырабатывается плотью. Вера вырабатывается вашим духом. Живущие по плоти угодить Богу не могут, поскольку не могут выработать веру. Они используют собственные усилия. Вся эта глава посвящена жизни подводительством духа. Живя по плоти, вы не можете выработать веру. Просто не способны это сделать. Живя по плоти, невозможно угодить Богу. Имея ум, противостоящий Слову Божьему, вы не можете угодить Богу. А вы даже и не знаете, что ваш ум противостоит Слову Божьему, если вы не знаете Слово Божье. Так что благодарите Бога за то, что решили прийти на изучение Библии, потому что хождение в церковь раз в неделю не решает эту задачу. Дьявол нападает на нас не раз в неделю. И нам необходимо питаться этими истинами, как пищей. Нам необходима духовная пища, и у нас должен быть голод. Я молюсь об этом. Я молюсь о том, чтобы Бог стал послать в нашу церковь людей, которые испытывают сильный голод по Слову Божьему. Меня уже не интересует эмоциональность служения. Иногда эмоции нужны, и у меня нет с этим проблем. Но не это моя цель. Моя цель, чтобы вы получали понимание, оно очень важно. В результате могут быть эмоции. Как у меня получилось то, что так долго не получалось? Ну вот в чем я верю Богу. Чтобы сюда приходили люди, которые знают, зачем приходят. Я прихожу, потому что у меня духовный голод. Что за голод? Мне необходимо питание Словом Божьим. Помимо обычной пищи, мне нужна и духовная, Слово Божье. Напитайте меня. До такой степени, что уже не хочешь мириться с тем, что люди только прыгают, кричат и ничего больше. Послушайте, я вам честно скажу. Мне нравится хорошая проповедь. Мне нравится, когда хорошо проповедуется Слово. Иногда, если я произношу хорошую проповедь, а вы мало что усвоили, это нормально. Иногда мне самому это нужно. Понятно? Я ценю хорошую проповедь. Это дар вдохновения. А дар вдохновения также необходим, как и дар наставления. Да. Помните о том, что вы люди благодати. А люди благодати милостивы. Не становитесь информированными до высокомерия. Не судите других, которые не поступают так, как вы поступаете теперь. Ведь единственное, почему вы поступаете так, потому что Бог явил вам свою любовь. Он извлек вас изо рва и поставил ваши ноги на твердую почву. Он дал вам истину не для того, чтобы вы критиковали других людей, но для того, чтобы вы были милостивы к ним. Делились с ними любовью Иисуса и приводили их к более глубокому познанию истины, которая есть у вас. Аминь? Некоторые смотрят на меня так. Ну хорошо. Да. А дальше что? Следующий стих? Да. Следующий стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Вот о чем еще говорится в послании к Риминам. И на это я хочу обратить ваше внимание. Вам необходимо отвергнуть плотское мышление, чтобы быть вводимыми Духом Божьим, чтобы угождать Богу. Христианской жизнью нетрудно жить. Помните, что я сказал вначале? Ею невозможно жить нашими собственными способностями. Христианской жизнью не просто трудно жить. Ею невозможно жить нашими собственными способностями. Христианской жизнью не просто трудно жить. Ею невозможно жить нашими собственными способностями. Я хочу подчеркнуть это сегодня, потому что есть люди, которые постоянно пытаются жить ее своими собственными способностями. Вам надо осознать бесплодность своих усилий и сказать, «Это не работает». Человек пытается прекратить ругаться своими способностями, но начинает ругаться больше, снова пытается, но ругается больше. Даже тот, кто пытается сбросить вес своими способностями, считая, что помощь Бога в этом ему не нужна, начинает есть еще больше, и ничего не получается. Я больше не хочу пытаться жить христианской жизнью своими собственными способностями. Я столько раз терпел неудачу, пытаясь жить христианской жизнью собственными способностями, что в конечном итоге прекратил эти попытки. То, что я пытался делать собственными способностями, теперь я могу делать с помощью Духа Святого. Уповая на Него, проблема с некоторыми христианами. Они полагаются на свои способности и не видят, что терпят неудачу. Они удовлетворяются поддержаниями религиозного минимума. На данную неделю. Я сходил в церковь, произнес молитвы, благодарил Бога за еду и сделал хорошее для двух человек. То есть поддержал религиозный минимум. Но я хочу личных отношений с Иисусом, чтобы говорить с Ним, когда хочу, чтобы Он говорил со мной в ответ, вел и направлял меня. Оказавшись в Канаве, я не просто надеюсь, что что-то произойдет, но я хочу иметь с Ним такие отношения. И думаю, они у меня есть, чтобы говорить, «Господь, помоги мне в этом». И Он это сделает. И я уже не изумляюсь так, как это было раньше. Вот и нам необходимо достичь состояния, чтобы когда Бог что-то сделает для нас, мы больше не изумлялись. Да, мы счастливы и благословены, но это нас не удивляет. Если говорить точнее, то я всегда изумляюсь тому, что делает Бог. Но не удивляюсь, что Он это сделал. Ваше доверие Богу укрепляется, и вы начинаете развивать отношения с Ним. Давайте я скажу вам кое-что о грехе. Вы говорите, «У меня есть благодать Божья, тем не менее, я все еще грешу». Давайте я вам объясню, чтобы вы не жили в обмане. Даже когда вы принимаете решение согрешить, я говорю о рожденном свыше христианине, живущем под благодатью Божьей. Даже если вы приняли решение согрешить, люди, живущие под благодатью, согрешив, не имеют мира. Поэтому у вас не будет мира. Имея благодать, у вас не может быть мира, по поводу греха. Вы выбрали грех и потеряли мир. Мира нет. Каждый раз, когда вы грешите, мира нет. До такой степени, что вы знаете, если вы решите согрешить, мира не будет. Мира не будет. Будет смятение. Будет депрессия. Почему? Потому что решение согрешить от плотского ума. Такой настрой ума ведет к греху. Что же происходит? Если человек говорит, я под благодатью, я спасен, принимает решение согрешить, и после греха испытывает мир. Такой человек обманывает себя. Я вам говорю, невозможно быть спасенным, жить под благодатью, и при этом согрешив, испытывать мир. Возможно, вы примете решение согрешить, но мира у вас не будет. С одной стороны, вы радуетесь. У меня нет мира по этому поводу. С другой стороны, не следует заниматься самобичеванием, так как ваше решение согрешить не отправит вас в ад, однако же будет мешать вам. Дух Божий говорит, что грех чужд вам. Вы пытаетесь произвести плод, который вы более не способны и не оснащены произвести. Греховной природы вас больше нет. В вас праведность Божья. Благодаря праведности Божьей в вас, вы теперь можете приносить плоды праведности. Не может корень праведности произвести плод греха. Грех в конфликте с Христом в вас. Христос в вас говорит, этого не должно быть. Кошка не может родить щенка, корова не может родить цыпленка. Спасенный христианин не дает рождения греху. Поэтому на вопрос 6 главе послания к римлянам, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Следует ответ. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? У нас нет оснащения для того, чтобы это делать. Поэтому мне совершенно непонятно, для чего некоторые христиане ищут лазейки в учении о благодати, чтобы грешить. Никогда благодать и грех не будут совместимы. Никогда они не будут совместимы. Бог настолько любит вас, что никогда вас не оставит. Если вы спасены и примете решение согрешить, у вас каждый раз будет отсутствие мира. У совершенного греха всегда будут плодские смертоносные последствия. Эти смертоносные последствия включают в себя не только то, что я прочел вам из списка, но также могут привести к тому, что вы уйдете с земли раньше времени. Поэтому Бог не хочет, чтобы вы грешили. И Дух Божий хочет помогать вам не грешить. Вы должны помнить, что ваша плоть была испорчена греховной природой. Она испорчена. Но Христос говорит, «Во мне столько жизни, что я могу не позволить испорченной плоти мешать жизни». Которую я хочу дать тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы слышите, что я говорю? И я знал, что это произойдет. Я знал, что найдутся люди, которые будут говорить, «О, слава Богу за благодать!» Благодаря ей, я могу грешить и не беспокоиться о том, что пойду в ад». Но вопрос-то намного шире. Вам не надо беспокоиться о том, что вы пойдете в ад, если вы рождены свыше, если вы приняли жертву Христа и благодать Божью. Но раз вы приняли благодать Божью, она поможет вам не грешить. Кому из вас понятно? Я буду говорить об этом до тех пор, пока вы не поймете. И это не какая-то групповая психотерапия. Другой аспект. Я христианин, но при этом верю в Святой Пятикнижии. Первые пять книг Библии, при этом я верю в закон Моисеев. Тогда возникает проблема. Вы говорите, что верите в закон, и одновременно верите в Иисуса. Но вам надо выбрать, кого и что вы выберете. Вы верите в то, что сделал Иисус, пролив свою кровь? Да, верю. Кровь Иисуса избавила вас от закона Моисеева. Но я верю и в закон. Раз верите в закон, значит, не верите в кровь Иисуса. Верю в закон. Верите в закон, не верите в кровь. Но я верю в кровь Иисуса. Но вы не верите в то, что кровь Христа освободила вас от закона Моисеева, поскольку по-прежнему верите в закон. Но я верю и в кровь тоже. Не можете вы верить и в кровь Христа, и в закон. Если вы верите в действия крови Христа, то вы верите в то, что свободны от закона. Но если верите в закон, то вы верите в то, что кровь Христа не сработала. Разве не так? Вы услышите множество подобных отговорок от христиан. Вам надо быть достаточно оснащенными, чтобы сказать, «Нет, это работает не так». Не так. Кто-то приходит после ночи, проведенной в чужой кровати, и говорит, «Слава Богу, я под благодатью». Вовсе нет. Благодать поможет вам быть в своей кровати. Христианство, дамы и господа, работает только в случае, если Дух Божий пребывает в человеке и контролирует его. Он пребывает в вас с момента вашего спасения, но христианство работает лишь тогда, когда он и пребывает в вас, и контролирует вас. Вам надо передать контроль над своей жизнью ему. И что произойдет? Когда вы передадите контроль ему, вы начнете испытывать сверхъестественную способность. Хорошо. Девятый стих. Послание к римлянам, восьмая голова, девятый стих. Сейчас открою это послание. Я хочу обратить внимание. Читая послания, вы видите, что в них все время говорится о благодати. Как мы этого не замечали? Апостольские послания — это послание о благодати Божьей. Говоря об этом сегодня, я удивляюсь. Как мы этого не замечали? Как мы это упустили? В каждом из посланий говорится о благодати. Однако, если вы начнете читать места послания вне контекста, то постоянно будете находиться в обмане и в заблуждении. Читайте послание в контексте, и тогда все будет становиться на свои места. Девятый стих. Но вы не по плоти живете. Вы не в плоти. Скажите, я не в плоти, а по духу, в духе. Если только дух Божий, обратите внимание, живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Интересно. Вы не по плоти живете. Вы не в плоти. А по духу. А в духе. Люди, не рожденные свыше, не живут в духе. Писание говорит, вы не по плоти живете. Вы не в плоти, а по духу, в духе. Если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Давайте сравним быть в плоти и следовать плоти. Какая разница между «быть в плоти» и следовать плоти? Быть в духе и стремиться быть в духе? Здесь есть разница. Рожденный свыше человек не может быть в плоти, но может жить по плоти. Если вы рождены свыше, вы не можете быть в плоти. Почему? Потому что вы в духе. Рожденные свыше люди в духе. Если вы рождены свыше, вы не можете быть в плоти. Вы слышали, как христиане говорят «Я в плоти», но вы не можете быть в плоти, если вы рождены свыше Единственное, кто может быть в плоти, это нерожденные свыше люди Они буквально в плоти Но вы, будучи в духе, можете следовать плоти Иначе говоря, вы можете быть в духе и при этом следовать плоти Вам понятно? Погибающий человек не может быть в духе, хотя и стремится ходить путями Духа Погибающий человек не может быть в духе, хотя и стремится ходить путями Духа Он не может В плоти или в духе относиться к фиксированной позиции Когда я говорю «Я в духе», «Я в плоти» Греческое слово здесь имеет в виду фиксированную позицию Речь идет о вашей позиции во Христе «Я в духе», значит «Я во Христе» «Я в плоти», значит «Я не во Христе» «Быть в плоти или в духе» относится к вашей зафиксированной позиции во Христе Иисусе Вы христианин или не христианин Всем это понятно «Следовать плоти или стремиться к духу» К примеру, я в духе, но следую плоти «Следовать плоти или стремиться к духу» относится к тому что мы используем в качестве стандарта поведения на что мы соглашаемся в конкретный момент К примеру, я в духе, но веду себя следуя плоти «Вы христианин, но подчинившись плотскому уму, следуете плоти» Я это говорю вот для чего «То, что вы следуете плоти в своей жизни не значит, что вы вышли из духа, и теперь вы в плоти» «Даже следуя плоти, вы остаетесь христианином» «Вы по-прежнему в духе» «Но если вы утверждаете свой ум в противопоставлении слову» «Если ваш ум не наполнен словом» «То вы можете делать плотские дела» «Вы по-прежнему в духе, но следуете плоти» «Вы в духе, но ходите путями плоти» «Вы в духе, но можете ходить путями плоти» «Ваше бытие в духе не делает невозможным ваше следование плоти» «Чтобы делать плотские дела, надо утвердить свой ум в плотском» «Однако же, это не разрушает то, кто вы есть во Христе» «Вы в духе» «Вы в духе» «Ваше спасение в безопасности» «Вы запечатлены Духом Святым» «Понимаете, что я говорю?» «Я не хочу, чтобы вы думали, поскольку я следую плоти, это значит, что я больше не в духе» «Ваша позиция в духе» «Это то, где вы находитесь» «Вы в духе» «Слава Богу» «Вы рождены свыше» «Вы христиане» «Вы в духе» «Но люди, пребывающие в духе, иногда обнаруживают, что следует плоти» «Поняв, что вы следуете плоти, помните о том, что вы по-прежнему во Христе» «Чтобы Христос помогал вам принимать лучшие решения» «Многие люди запутались» «Они принимают плохое решение, следуют плоти» «Но потом приходят в себя, раскаиваются, а сатана вкладывает им мысли» «Ты больше уже не во Христе, потому что вчера обругал эту женщину» «Как ты можешь быть во Христе и делать такое» «Сатана действует так» «Поэтому важно знать, что говорит Писание» «Чтобы вам оставить эти плохие решения позади» «Пойти дальше и не заниматься самоистязанием» «Дьявол осуждает вас и говорит, что раз вы последовали плоти, то вы бесполезны» «Вас надо убрать, вы больше не в духе» «Всем понятно?» «Значит ли это, что можно говорить так» «Хорошо, но раз так, значит я могу следовать плоти» «Вы пока еще не поняли» «Ни в коем случае не надо вам следовать плоти, потому что будут плохие последствия» «Вы во Христе, однако приняв решение последовать плоти, вы не избежите последствий» «И у вас будут проблемы» «Последовав плоти, вы получите проявление смерти» «Вы сами создали проблему в своей жизни» «Кто-то называет это драмой» «Вы сами создаете себе драму» «Не дьявол создает ее» «Он просто предлагает пойти вам определенным путем» «Он предлагает вам что-то сделать, чтобы вы создали себе драму» «Чтобы вы создали себе депрессию, создали себе проблемы» «О, не знаю, почему у меня все идет так плохо» «Я знаю, у всего случающегося всегда есть причина» «Ничто не происходит просто так» «Ничто» «Послушайте, я люблю вас, но если вы в депрессии, тому есть причина» «И причина не всегда дьявол» «О, дьявол делает дела» «Но и вы тоже» «Конечно, моя цель не в том, чтобы осуждать вас» «Но я не хочу, чтобы вы попали в эту религиозную ловушку, которая говорит» «Чем больше я узнаю о благодати, тем свободнее я чувствую себя» «Чтобы идти и грешить» «Это фальшивая свобода» «Истинная свобода» «Чем больше я узнаю о благодати, тем больше у меня свободы держаться от греха подальше» «Аллилуйя» «Аминь» «Хорошо, прочтем 10» «Послание к римлянам, 8 глава, 10 стих» «А если Христос вас, то тело» «Что? Для чего?» «Но дух что?» «Для чего?» «Итак, тело мертво по причине?» «Дух жив по причине?» «Что здесь можно сказать?» «Люди, переболевшие полиомиелитом, страдают из-за инвалидности» «Заразившись вирусом полиомиелита, можно выздороветь, но в результате человек остается инвалидом» «Подобным образом, нам приходится иметь дело с испорченностью, которой ветхий человек заразил наше тело и ум» «Когда ветхий человек был жив в нас, наше тело использовалось как инструмент исполнения желаний ветхой греховной природы» «Когда наше тело делало дела ветхой греховной природы, то есть той, которая была у нас до рождения свыше» «Она портила наше тело и наш ум» «Греховная природа после того, как вы родились свыше» «Оставила осадок в вашем теле» «Поскольку ваше тело служило греховной природе, оно испорчено, оно мертво по причине греха» «Этому телу ни в чем нельзя довериться в том, что касается святой жизни» «Живя святой жизнью, вы не можете полагаться на тело, на плоть, поскольку тело испорчено» «Интеруптед» «Интеруптед»